Всем привет, вы на канале SkyNN, и сегодня мы продолжаем прохождение растений против зомби 2. Я все-таки прикупил то самое растение, про которое мы говорили в прошлой серии. А именно, речь идет о киви-звере. Растение в принципе классное, я даже смог прокачать его до 6 уровня. И как я понял, он получается изначально вот такой вот маленький, потом со временем, получая урон, он становится больше. В общем, чем меньше у него здоровья, тем он становится больше. В размере. У него получается 3 стадии. Изначально он бьет только возле себя, потом на второй стадии 3х3 клетки, а на третьей стадии уже 5х5 клеток, если я, конечно, все правильно понял. Сегодня, кстати, мы протестируем, если на нем использовать удобрение, он сразу переходит на третью стадию. Мы его поставим по центру, и заодно проверим, реально ли он бьет в радиусе 5х5 клеток на третьей стадии. Ну и в принципе все. Также мы будем использовать разные другие растения. Ограничиваться в классе сегодня не будем, но в основном будем пытаться использовать именно киви. Остановились мы на 17 уровне, давайте погнали. О, у нас появился зомби, который таскает замороженные блоки, в которых сидят маленькие зомби-йетти. Ну, мы его уже видели. Уже знакомый нам чел. Так, давайте берем киви, потом берем просвещенного. Кстати, киви у нас может замерзнуть, да? Давайте, знаете, кого возьмем? Мы с собой... Ой, стоять. Возьмем лозу огненную. Она нам позволит его держать в тепле. И он тем самым у нас, получается, не замерзнет. Также можно взять, допустим, тыкву. Тыква далеко бить не будет. Мы сможем ее поставить куда-нибудь в конец. И если вдруг кто-нибудь прорвется, он будет нам помогать. До этого момента он будет просто стоять и ждать. Минку тоже на всякий возьмем. Кстати, можно взять еще наше простое растение. Вот эту вот размораживалку. Ну и вот этого тоже на всякий случай. Так, вроде все. Давайте приступим. Удобрения у нас, получается, нет, да? Ну окей. Знаете, я, наверное, вот этих разморозил бы и сразу убрал бы их отсюда. Они мне здесь, в принципе, не нужны. Вообще не нужны. А, ладно, давайте он убьет этого зомбаря. А потом мы его уберем отсюда. Так, все, едят сюда. А вот с этим какаду будут проблемы. Точнее, не какаду, а этот какого-то. В общем, я не помню, как у него там птица называется. Но это точно не какаду. Так, кстати, у нас появилась ульта. Давайте посмотрим. В общем, он изначально такой маленький. А мы его сейчас перейдем сразу на третью стадию. Ну да, смотрите, он, получается, 5 на 5 клеток бьет. Неплохо, слушайте. В общем, он один может спокойно со всеми справляться. Слушайте, классно. Ну, один он, конечно, вряд ли справится. У него урон не такой прям сверхмощный, что он прям будет уничтожать всех и вся. Вот если добавить второго, тогда было бы вообще идеально. Давайте вот так вот сделаем. Прям он огромный мутант такой. По-моему, прикольно. Кстати, сравните размеры, а? Изначально такой малюсенький, а потом такой огромный вообще жесть. Кстати, сможет убить зомби с ведром. Вдвоем. Мне кажется, они вдвоем не справятся. Они довольно-таки медленные. Не, они не справятся с ним. Ладно. Пойдешь на солнышке. Ну, с обычными зомбарями и зомбарями с конусом он справляется просто на ура. Давайте, кстати, и третьего тоже вырастим. Блин, прикольное. О, давайте и четвертого. Вообще же еще будет. Блин, классная такая лесенка получается. Все, прошли. Прикольно получилось, по-моему. Если вам тоже понравилось, то обязательно поставьте лайк. Авансом. Так, а мы давайте приступаем уже к следующему уровню. Так, смотрите-ка, пять замороженных зомби с ведром. И идет зомби с замороженной головой. Так, ну, давай сперва по центру. О, как раз-таки там зомби идет. Потом сюда. Так, кстати, лучок. Лучок, лучок. Как он работает, интересно? У него таймер стоит. Получается, временное растение. Мы его используем, и все. Он сразу же тратится. По идее, да? Давайте сюда. Ага, он, получается, травит, и они на несколько секунд останавливаются. Не, ну даже прилично стоят, смотрите-ка. Так, давайте это тоже остановим. Так, это получается апельсин. Ну, апельсин я видел. Он, получается, стоит, накапливает воздух, потом выпускает огромный заряд. Тоже вроде прикольное растение. Простых зомбарей выносят только в путь. Так, что-то прям зомбарей много. Слушайте, куда вы так поперли-то? Такой оравой. Давай сюда. И вот этого тоже еще затормозим. Давай сюда. С этой стороны тоже не помешает. Так, все, получается, волна идет, да? Давайте используем ульту. Да и, в принципе, все. Прошли. Видимо, нам скоро откроется вот этот вот лучок. Так, вся компашка собралась, да? Ага. Ну, нам никто не мешает снова взять нашего зверя. Так же возьмем лозу. Да все, хватает нам. Все есть. Вот это мы снова выкопаем. Нам это нафиг не нужно здесь. А, нам еще нужно это разморозить. А, вот же, есть у нас размораживалка. Так, иди отсюда. Вот этого надо было убрать отсюда. Давайте его с помощью лозы. Лоза у нас тоже, в принципе, мощная. Жарит только в путь. Вроде вспомогательное растение, но при этом мощь у него, конечно, безграничная. Ну, конечно, есть границы, но вы поняли, короче. Так, кстати, а вот наша ульта, которая нам так сильно нужна. Быстрее дай нам ульту. Эти уже уходят, к сожалению. Придется использовать вот так. Давай сюда. Глаза. Вот это все убираем. Нафиг не... Блин, отморозил всех. Ну что ж ты делаешь? Придется тратить время их всех убирать. Вот этого, блин, пропускаем. Давай ульту. Вот так вот. Кстати, их можно было, наверное, вот так вот посадить. Сюда и сюда. Я думаю, так даже эффективнее было бы. Или с другой стороны, они же так попадают оба по всем, а так они попадали бы не по всем. Допустим, у этого вот эта линия была бы свободна, а у здешнего получается вот эта линия. Ладно, по центру пусть стоят, по-моему, даже лучшее место, чем по бокам. Так, ты давай сразу нам дай солнышки и ульту, и мы ее используем на вот этого. А вот еще у нас на подходе. Блин, прикольно, а? Такая классная тактика получается, я прям не могу. Паровоз такой стоит посередине и всех долбит. Так, давайте ускорим. Пускай подойдут. И по-быстрому откинутся. Потому что у них вариантов больше нет. Вариант только один. Не, ну вчетвером они, конечно, вообще разносят всех в пух и прах. Неважно, с ведром там, не с ведром. Ой, а он дешевенький, смотрите-ка. 25 солнышек. А, блин, он у меня уже был. Я не заметил что-то. Так, ну прокачать мы его, наверное, не сможем. У меня монет не так много. Так, все то же самое. А давайте мы просто снова выберем всех тех же и отправимся в бой. Куда-нибудь сюда, давай посадим. Ой, блин, шалфечи замерзнет. О, кстати, ульта пришла. О, великолепно. Так, ну что. Блин, наверное, лучше было бы его куда-нибудь поближе. Чем быстрее он убьет зомбарей, тем лучше. А то мы так долго ждать будем, пока они дойдут до этой стороны. У ульта идет. Ульта, это хорошо. Опа. Так. Кстати, шалфей заморозили в итоге. Он, блин, там как будто в муках сидит. Смотрите, как корчится. Жесть. Так, давай третьего. Вот наша ульта. Жесть, посмотрите на него, а. Ой, аккуратно. Фух. Чуть не сожрали. Кстати, я вообще забыл про эту штуку. Он же получается наверх туда всех зомбарей пускает. Так, четвертый. Ну, четвертого давайте вот сюда. Отлично. Не растение, конечно, жесткое. Так, какая-то замороженная рука. Вместе с костью. Это, видимо, бесконечный уровень, да? Или Гаргантюа пойдет? Так, зомбирка. А, да, это все-таки бесконечный уровень. Челлендж. Ну, бесконечный уровень мы играть не будем. Они здесь не очень интересны. В первой части было поинтереснее. Там прям такая рава зомби шла. А здесь как-то... Не очень, честно говоря. Ну что, давайте дальше. 21 уровень. Конвейер, да? О! Кстати, я вот подумал, можно же поиграть чисто огненными растениями. Я вроде чисто огненными не играл. У меня там еще этот есть. Инферно. Потом кто еще есть? Да много у кого есть. Вон, допустим, лоза очень классная. Мята тоже есть. Так, давай вот сюда. Вон, дракончик есть. Кстати, у него такие классные ушки. Прям зайка. В общем, огненных растений у меня много. Так что, в принципе, можно было бы, наверное, с ними сыграть. Почему бы и нет? Так, вот сюда еще магнитики. Давай сюда ульту используем. Почему бы и нет? Да все, мы прошли. Тут у нас проблем нет. О, вот этот мерзопакостный. Я его помню. Он как зомби с курочками. Только у него выходят ласки. Это ж ласки, да? Вроде ласки. А, кстати. Наш киви будет спокойно с ними справляться. Ну что, погнали. Да, вроде все устраивает. Так что давайте вперед. О, крокодильчики. А вот крокодильчиков я не видел. Это, видимо, морские растения, да? Нет, давайте все-таки мы на крокодильчиков не будем смотреть. Опа, он стрелять собрался, походу. Крокодильчиков посмотрим уже на водных уровнях. Сейчас трогать их не будем. Пускай отдыхают. Кстати, а мы можем поставить киви и дать ему его поесть немножко. Я думаю, он умрет раньше. Чем сможет его доесть. Так, смотрите, видите, он его откинул. И теперь он на второго уровня. Бьет 3 на 3 клетки. Теперь единственная проблема, что его никто не сможет сожрать и сделать из него третьего уровня. Довести его до третьей стадии. Ага, видели? Крокодильчик получается стреляющий, да? Взяли и спалили мне его, а? Давайте попробуем подождать. Может быть, они смогут довести его до третьей стадии. Блин, я чувствую, что они не смогут. Ладно. Кстати, огненная лоза тоже спокойно справляется с этими ласками. Без проблем. Давайте все это дело ускорим. Блин, прикольно такая лесенка получилась. Самый маленький, потом чуть постарше и самый большой. По-моему, выглядит классно. Прям такая семейка. Ой, зомби с ведром выходит по ним. Ну а не, я думаю, его успели бы добить. Поторопился я немножко. Вот этого надо убрать. Эй! Блин, не успел. Проблемка. Быстрый говнюк. Я на всякий случай сюда его посажу. А то, мало ли, там у нас уже бобра нет. Так, давай все-таки этого тоже вырастим. Ну все, это финал. Больше мы никого вырастить не сможем. Ладно, ждем. Ждем, пока всех добьют. Блин, ускользнул говнюк. Быстрые слишком, что поделаешь. Так, мы с вами, получается, сколько уровней прошли? Начали с семнадцатого. Ну, получается, давайте мы еще один уровень пройдем. И, в принципе, на этом хватит нам. Как раз-таки седьмой уровень будет. На следующую серию останется как раз тоже семь. Снова все собрались, да? Ну, в принципе, пошлите точно так же. Окей, погнали. Давай сюда. Эй, блин. А такое в мои планы не входило. И что делать? Вот это надо быстро убрать. Давай быстрей. Ай. Фух, успели. Но это, конечно, проблема. Прям большая проблема, я бы сказал. Я надеюсь, он в одиночку справится с такими вот быстрыми. Аккуратно, блин, жрут. Сейчас этот поломается уже. Так, ты давай на ульту идти. Кстати, а заморозка, в принципе, неплохо. А он будет отмораживать, да? Так, еще один. Опа. О, еще ульта. Превосходно. Я думаю, мы справимся. Никто не пройдет. Отлично. Вот и все. Получается. Прошли. Растение очень классное. Мне прям нравится. Надеюсь, вам тоже понравилось. И, кстати, да. В принципе, мы можем на следующей серии сыграть с огненными растениями. У нас есть классный дракончик. Перец. Мощный такой, шестого уровня перец. Мы получили новый перчик. Еще у нас есть вот такой перец. Тоже довольно-таки крутой. В горах острел прокачаны до шестого уровня. Крутая тыква. Про него я вообще забыл. В общем, у нас огненных растений здесь прям дофигища. И они все классные. И при этом еще и классно прокачаны. Шестой уровень. Здесь пятый уровень. Мята тоже пятого уровня. Это единственная мята, которая у меня прокачана до пятого уровня. Остальные максимум до третьего. И до четвертого. В общем, огненные растения у меня прям очень лютые. Инферно тоже пятый. Короче, следующая серия будет просто имбовой. Огненно-имбовая серия. Ну а пока, если вам понравилось это, то поставьте, пожалуйста, этому ролику лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход следующих серий. А с вами был Скайнен. Всем пока-пока.